Язык скульптуры по Брайлю предлагает Третьяковская галерея на Крымском валу. Этот проект стал победителем благотворительного музейного конкурса и адресован незрячим и слабовидящим людям. В рамках акции запланирована специальная образовательная программа по искусству скульптуры. Репортаж Ольги Лилекиной. Воплотить в жизнь давнюю идею создания выставки скульптуры для незрячих сотрудникам Третьяковской галереи помогла победа в конкурсе. Определить на ощупь форму предмета может каждый человек, но далеко не в каждом музее посетителям с ограниченными возможностями здоровья это предоставляется. В художественном музее обычно этим людям делать нечего, потому что они не видят глазами, а трогать в музее ничего нельзя. Поэтому эта программа, она предполагает, этот проект предполагает создание постоянной экспозиции скульптуры на втором этаже, скульптуры доступны для активного восприятия. Язык скульптуры по Брайлю. Именно такое название получил проект, который стартует в конце января 2012 года. А пока организаторы будущей выставки отбирают экспонаты, которые щедро предоставляют московские скульпторы. Мы будем показывать скульптуру, мы будем ее отбирать вместе со скульпторами. Мы будем создавать удобную для незрячих людей экспозицию. И мы надеемся, что эта экспозиция будет интересна и для всех остальных тоже. В рамках выставки планируется и проведение мастер-классов по лепке. Заниматься со слабослышащими и слепыми людьми будет скульптор Татьяна Алексеева. Мне бы хотелось, чтобы в этой программе именно какие-то люди пробовали совершенно какие-то удивительные вещи. И я их начала понимать, что можно сделать, какую программу можно выстроить с такими людьми. Потому что то, что мы пробовали, это удивительно, что они по-другому видят мир, особенно люди, которые никогда не видели. Предполагается, что в выставочном зале сможет одновременно разместиться около 30 экспонатов. В Третьяковской галерее подобные экспозиции уже неоднократно проводились. Но это должна стать особенной. Мы надеемся, что в этот раз у нас это будет на более высоком уровне, потому что есть грантовая поддержка серьезная. Авторы проекта уверены, что программа станет долгосрочной и со временем будет совершенствоваться и расширяться. Ольга Лилейкина, Андрей Ануфриев, Сергей Валюков, Москва.